Доброе утро! Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6-8 градусов. Днем от нуля до плюс двух. 2017 год глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов объявил годом здоровья. Чтобы не болеть и всегда быть в спортивной форме, нужно закаливаться. Герои нашего следующего сюжета за порцией бодрости и позитива отправляются прямиком в воду, причем в ледяную. Наша съемочная группа побывала в гостях у любителей зимних купаний. Екатерина Токова выяснила, чего просит душа моржа. Их утро начинается уже много лет примерно так. И мы здесь не просто так приходим купаться, мы здесь занимаемся. Вот допустим, эспандерами, гантелями, там у нас перекладин есть, и это все. Мы могли, вот у меня на шее вот самый эспандер. И где-то мы сейчас занимаемся, а потом купаемся. Еще пара упражнений, и организм готов к купанию. Непотельная улыбка на лицах любителей леденящей воды. От предстоящего удовольствия и от шокированных лиц нашей съемочной группы. Несколько минут, и этого достаточно. Хотя, конечно, у каждого свой лимит. Каждый человек, который организм слушает, он ему подскажет. А у нас уже подсказывает одно, просит. Просит вода. Как с добрым утром. То есть у вас организм никогда не запрещает? Нет, нет, просит. Как только утро, уже сюда тянет, как магнитом. И понятно, почему. Ощущение бодрости, которое не купишь в аптеке, хорошее настроение, да и вклад в целом в здоровье. Ведь известно, что моржи редко болеют. И все из-за ледяной воды, которая имитирует стресс-ситуацию. После чего организм становится более выносливым. А что дает такие процедуры вам? Тонус жизненный, наверное. Не болеете вообще? Никогда. Уже 13-14 лет не знаю, что такое грипп. Клуб моржей в Черкесске единственный, насчитывает чуть более 20 человек. Хотя, конечно, есть и скрытые моржи, которые себя не обозначили. Ясно одно уж, и сейчас их можно записать в красную книгу, как вымирающий вид. Одни моржовые истории чего стоят, что рассказывают друг другу каждый день, согреваясь костром и горным чаем. Так вот, однажды утром я пришел, смотрю, на реке охотится змея. Змея держит карася. Понятно, что для всех утро начинается по-разному. У одних от чашки крепкого кофе, у других от толчка кондуктора в плечо. Со всеми бывало, однако ничего не хочется пропустить и быть бодрым весь день. Екатерина Токова, Рашид Токов, Вести, Карачаево, Черкесия. В преддверии Дня студентов в МВД Карачаево-Черкесии стартовала всероссийская акция «Студенческий десант», в ходе которой студенты вузов получили возможность пройти кратковременную стажировку в подразделениях органов внутренних дел и лично познакомиться с их работой. 55 студентов примерили на себя роль сотрудников полиции. Таких подразделений, как УИГИБДД, МРЭО, отдел организации дознания, следственное управление, экспертно-криминалистический центр и кинологическая служба МВД. Такая акция направлена на предоставление общественности полной и достоверной информации о работе Министерства внутренних дел. Может быть, кто-то после этой акции надумает связать свою жизнь с работой в органах внутренних дел или других правоохранительных органах. Но во всяком случае, я надеюсь, что эта акция пройдет для вас, не пройдет для вас бесследно. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Следующий выпуск Вестей смотрите в 11.45. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok